Свой среди своих, так называется, творческий вечер, который состоится 21 сентября в Московском Международном Доме Музыки. Как несложно догадаться, творческий вечер Никиты Михалкова приветствует. Никита, я не запишу. А вот заинтригован я рубашкой вашей. Вот это что, динозавр? Это? Да, вот это вот. Это же динозавр. Нет, это горный козел. А, это горный козел. Так, а в чем же, вот если бы был динозавр, я понял бы какой это месседж, а в горном козле какой месседж. А да, ходишь рубашку, нормально. То есть это никому никакое не послание, что имеется в виду. Он такой, здравствуй, Женя. Здравствуй, Никита Сергеевич. Прежде чем про творческий вечер, я хотел бы вот что узнать. Полтора месяца мы вас зазывали, и ответ был академия, академия, экзамены. Что это такое? Академия существует уже с 12-го года юридически. В этом году что-то поменялось кардинально? Нет, поменялось, конечно, потому что у нас было три сессии по месяцу академии. А сейчас это будет годичная академия, такая уже полнокровная. И что самое главное, мы как бы эти три года, эти три летние академии прокачали вообще атмосферу, всю схему академии. И я думаю, что на сегодняшний день, как это не, так сказать, звучит не скромно, это, наверное, уникальная будет история. Надеюсь. А экзамены кто принимал? Кто в приемной комиссии был, кроме Михалкова? Нет, мы принимали, я принимал актерскую, так сказать, братью, Хатиненко, Володю. Он режиссерскую, он мне рассказывал, что он будет и читать, и готовить режиссер. Мастер хотя бы режиссерской академии, Мукасей, операторов и продюсеров, Леонид Верещагин, генеральный продюсер. То есть приемной комиссии как таковой не было. Вот вы отдельно беседовали с абитуриентами, да, и решали достоин. Я занимался актерами с моими коллегами, которые были рядом, Володя занимался режиссерами, каждый по своей мастерской занимался. Вот у меня конкретно ваше мастерское. Когда вы человека выбирали в академию, для вас существенно был только его профессионализм, или вот важно было какое-то человеческое совпадение там, идеологическое? Нет, это ведь все на кончиков пальцев. Ну вот понятно. Допустим, может быть такое, что человек чем-то не нравится вам, но вы понимаете, что играет он отлично. Берете? Или нет? Не может быть, чтобы он не нравился, но я... Может. Нет. Ну вот я вам несколько примеров приведу. Ну-ка, ну-ка. Потом, после эфира. Ну бывает, что человек, ну вот там, ну театральный режиссер, ну гениальный режиссер театральный, ну такой неприятный. Ну просто вот, ну говорить с ним, просто после этого хочется пойти. Ну и дело же не в этом, понимаешь? Дело в том, что как раз наша задача заключается не в том, чтобы выработать холодный, так сказать, механизм. Это воспитание семьи кинематографической, это создание атмосферы. Атмосферы создать с людьми неприятными невозможно. Причем дело не в том, чтобы они были тебе приятные, там, или тебе листили. Дело в том, вот вы сидите втроем, да, разговариваете. Пришел человек четвертый, ничего плохого не сделал, а все развалилось. И как, ну ладно, пошел, я пошел. Да, да. То есть в ту атмосферу, которую вы создали, влетел инородный предмет, и оно все рухнуло. Объяснить, почему вы не можете. Ничего плохого он вам не сделал, ничего неприятного в нем нет, а развалилось. Вот как раз для нас очень важно, чтобы мы создали некую ту атмосферу, в которой студийность и постоянный выход на импровизацию, на отвлечение, на этюды, когда там очень интересно, в общем, у меня в реализе я горел, когда, допустим, говоришь, так, закройте глаза, соберите, пожалуйста, внимание в кончиках пальцев, вот проведите это внимание через колено, бедро, живот, грудь, шею, подбородок, губы, нос, глаза. Вот соберите в глаза, вы входите в комп, в дом, что-то непонятное, идете по коридору, сворачиваете на кухню, приоткрываете дверь, сидит ваш муж и держит у виска пистолет. Ты начинаешь видеть, как она или он, не важно, они начинают себе представлять это, и у них рождается сейчас нечто необходимое, чтобы сказать. Я говорю, теперь откройте глаза и скажите, давай выпьем чаю. И вот это вот, когда кошка летит с 15 этажа, крутясь и падает на ноги, и вот когда он открывает или она открывает глаза, а я ей даю совершенно противоположную задачу, она должна вот в эту долю секунды найти оправдание для того, чтобы сказать, давай выпьем чаю. Это, вот если человек это может делать, это наш человек. Чем нынешний молодняк отличается, скажем, от тех, кто в 60-е годы шел в профессию? Есть, все-таки поколение не клонируется, есть какие-то отличия? Или нет? Нет, ну дело в том, что они информационно вооружены очень. Очень. Интернет, кино. То есть больше знают? Да не то, что больше знают. Ну про профессию. Они больше видели. У них есть, так сказать, к чему стремиться. Как правило, они стремятся к тому, чтобы стать там Джеком Николсом, понимаешь, или Мэрил Стрип. Но Мэрил Стрип и Джек Николсон, и даже Пол Ньюман ходили уже в зрелом возрасте, будучи звездами, на лекции к Ли Страсбергу в Эктор Стюдио в Нью-Йорке, который организовал Михаил Чехов, по системе которой мы будем тоже заниматься. Поэтому вот этого наива актерского, когда ты смотришь, допустим, постановку МХАТовскую «Мертвых душ», когда там такой, знаешь, такой сок идет оттуда, да, и это все... Этого наива у них нет. Но у них есть техника, которую они наработали именно тем, что они много смотрели. И, конечно, есть дарование такое. Собственно, мы отбирали людей, в которых есть перспектива, конечно же. А кто вообще из молодых вам, я имею в виду не из тех, кто у вас учится, а кто уже в профессии, кто-нибудь нравится, с кем бы вы поработали, пока просто не нашлось фильма. Есть такие люди или нет? Есть, но, конечно, это очень опасно их называть, потому что это сразу тебя так обязывает. Почему? Потом, значит, да, вот ты, конечно, как... Вырабатывается комплекс брошенной жены. Да, 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 обещал, да. Ты говоришь, да вы же сами сказали. Ну, да, ну, сказал, ну и что, да. А так в голову что-то влетит, скажешь, потом всю жизнь расплачивается. А бывало, наоборот, что кого-нибудь... Общее место все знают, что режиссера Никиту Михалкова все обожают, потому что он умеет работать с актерами. Это общее место. А тем не менее, вот с вашей стороны бывало, что вы человека пригласили в проект, как принято говорить, и он вас разочаровал. Да. Часто такое случается? Это чья ошибка? Ваша или это ошибка... Это ошибка кастинга или это ошибка процесса рабочего? Это... Это не точно поставленный тест. То есть, когда ты разговариваешь с... Я вообще ненавижу пробы, ненавижу пробы, потому что это так унизительно. Какой актер любит пробы? Нет, а потом, понимаешь, режиссеры вообще много пробы любят, потому что это разные актеры, актрисы. Ну, да, да. Он сидит уже, так сказать, его дотребоятся, он, так сказать, вольер. Но для меня это мучительно, потому что отказать актеру, это же надо, так сказать, уметь, это мужество нужно иметь. А обычно даже просто не звонят. Знаешь, понимаешь, все. И вот это унизительное ощущение, его нельзя культивировать. Поэтому я, если уж приглашаю актеров, то уже тогда, когда я понимаю, что да, это вот, вот это то. И только что-то очень резкое может меня от него отвернуть. Бывает так, у меня было несколько раз так, когда тест ты ставишь на одном, так сказать, на одной черте характера роли, и он проходит этот тест. А то, что, может быть, не менее важно, ты пропустил, думаешь, раз это может, то может, и то, оказывается, это не так. Но это нечасто было. А вы ведь как актер, наверняка, на режиссеров, с которыми работаете, вы своим авторитетом давите. Я знаю, что Балабанов, когда вас пригласил играть в мафиози, вы же ему совершенно свою трактовку предложили. И Балабанов это вот, условно говоря, проглотил, или он это принял? Нет, ну слушай, Балабанов, со своими небесами, замечательный, это не тот, так сказать, персонаж, чтобы он мог проглотить. Ну, то есть вам пришлось его убеждать? Нет, это было очень быстро и довольно просто, потому что я ему сказал, ну, Леш, ну, глупо мне, так сказать, надувать щеки в черном кожном пальто, играть в мафиози. Давай сыграем идиота, просто такого полного, и еще такого, который разговаривает, и сын такой же у него. Бибил, да. Сын такой, Вадик, ну что ты делаешь? Зато сжег человека. Мамка забывает. Это все же придумано, так сказать, по ходу. И он это принял, он это принял сразу, и это, конечно, было довольно резкое решение, но когда я его убедил, я говорю, ну, мне, понимаешь, такие роли нужны человеку, который уже себя в чем-то зарекомендовал разрушить этот имидж, разрушить эту легенду о себе. Это смелое решение было, такое дерзкое, я бы даже сказал. А это, ты знаешь, это как вот корабль загоняется в док, чтобы ракушки с него счистить. Вот это терапия актерская. Это рискованно. Очень рискованно. Это рискованно, очень рискованно, когда ты только начал, а когда ты, так сказать, в общем, хочешь, что уже сделал, да ну, творческая неудача. Это удовольствие, понимаешь? К теме разговора вернемся. 21 сентября, свой среди своих. Тысячи интервью уже даны, сотни творческих вечеров проведены. Что нового Михалков может рассказать зрителям? Это ошибка. У меня не было такого количества творческих встреч. Но были тысячи бесед, уже про все, про каждый фильм с вами поговорили, про каждый эпизод жизни. В Москве я это делаю первый раз. Вот два раза было в июне, сейчас третий. То есть вот этот блок первый раз. Я Москвой боюсь, и, так сказать, вообще внутри Садового кольца меня не очень жалуют. Поэтому, так сказать, тут вылезать так, как бы, чтобы получить... Как вам не совестно? Говоришь, вас не очень жалуют. Нет, нет, нет. Потому что все восторги вы пропускаете, как само собой имеющиеся в виду. А стоит вас чуть-чуть... Какой жуткий, какой ты нарисовал образ. Это не про меня. Семейный, да. Это не про... Нет, 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 нет. Дело не в этом. И папа такой был. Не в этом дело. Ну, ты помни такую вещь, что я вообще не обижаюсь никогда. Слава тебе, Господи. Правда, действительно. Мама научила. Никогда не обижайся, ибо если тебя хотели обидеть, не доставляю удовольствия. Если не хотели, то можно простить. Это вы так говорите только. Но если ты по-настоящему оскорбился, не делай ничего, что хочется сделать сразу после того, как тебя оскорбили. Ой, вы так и не делали ничего, что хочется сделать. Поначалу делал, а теперь нет. Я держу паузу. Большой зверь долго ждет, один распрыгает, Женя. Вы же про себя говорите, что вы не больший зверь, а вы говорите, что вы волк. Волк. А волк это... А если в звере побольше, как мы знаем. Ну, побольше, да. Ну, они в цирке работают, а волк нет. Лев и слон, да, не работают в цирке. А волк, да. Волк единственный в звере, который в цирке не работает. Ну, да. Ну, вот, поэтому для меня такой творческий вечер, это, как это ни странно, покажется, это безумно интересно мне. Потому что тебя заставляют иногда отвечать на вопросы, когда ты формулируешь какие-то вещи для себя сам. Я же не готовлю, у меня же где-то... То есть вы хотите сказать, что это не будет вечер заготовок и штампов? Абсолютно нет. Мало того, я меняю даже программу показов отрывков из картины. Мне неинтересно блудить, так сказать, вот по написанному. Даже вот ты мне говоришь, вопросы ты мне дашь, я не хочу их знать, вопросы. Знаешь, помнишь, «Батч Кэсседи» из «Сенденскит»? Помнишь, когда там эти два, как бы, гангстера, которые устраиваются в охрану, возить зарплату. В общем, один гениально стреляет, но не умеет плавать, а другой никогда не убивал, но хорошо плавает. Их нанимают в охрану зарплаты, там, желтокискательность каких-то. Значит, и его спрашивают, вот это самое, которое их нанимает, «Вы умеете стрелять?» Он говорит, «Ну, в общем, да». Он кидает коробок спечный. Говорит, «Ну, стреляй». «Как?» «Ну, вынь пистолет, он вынимает. «Целься». Он целится. «Стреляет». «Пум!» «Мимо». «Ну, как?» «А можно двигаться?» «Ну, пожалуйста». «Дум-дум-дум!» «Дум-дум!» Как раз удовольствие, оно заключается в том, что ты рискуешь, но когда ты, понимаешь, мне легко, я не вру, Жень. Понимаешь? Я могу лукавить, я могу не сказать правды. Бывает ложь во спасение, да? Но я по большому, по серьезному счету, не лгу, не даром, мы когда издали, ребята, моё интервью за 40 лет, за 40 лет, я открываю так страничку. Это вот эта книжка, которая... Следующая вот сейчас была биография, а вот толстая книжка, да, наедине со всеми, по-моему, называется. Я открываю, смотрю, батюшки, 65-й год, какой-то подольский работник. Что же я там открываю? Это может быть наивно, это может быть как угодно, но я ни от одного слова не отказываюсь. Поэтому в этом смысле мне не приходится опускать глаза долу и говорить, ну, что ли, такое было время, ребят, пришлось вот предать, или там пришлось такое кино с ним. Господь управил так, что меня как-то там ушло. Есть темы, табуированные или неприятные, которые вы стараетесь избегать вот в такого рода встречах с поклонниками? Нет, я ничего не избегаю. Просто говорю, что этот вопрос настолько неприличен, что мне даже не очень неудобно, что вы его задали. Ведь уровень ответа зависит от уровня вопроса. То есть тем самым сразу как бы оппонента опускает. Ну, не то, что опускает, но ты же... Вот эта параметра, она предполагает, что... Ну, секундочку, но если ты хочешь меня опустить своим вопросом, почему ты запрещаешь меня опустить тебя моим ответом? Это справедливо. Ну, неужели... Тем более, что ты там сидишь, пишешь записки, я тебя не вижу, а я здесь открыт. Ну, да, то же самое, что с интернетом получается. Конечно. Ну, тем не менее, мне кажется, вот сложно представить, чтобы какой-то эпизод вдруг всплыл в разговоре со зрителями, о котором вы уже не рассказывали. Или там будет то, что называется эксклюзивом? Да я... Слушай, там всегда эксклюзив. Да? Всегда. Мало того, даже когда... Нет, ну... Понимаешь, если на один и тот же вопрос ты будешь каждый раз давать разные противоположные ответы, ты будешь представлять узкомедицинский интерес. Такое бывает. Чтобы не было... Я когда... Он начинается... Вот, допустим, у меня где-то бывает там 2-3 встречи, допустим, где-то, да? Я прихожу на вторую встречу, скажите, пожалуйста, есть ли кто-нибудь, кто был на первой встрече? Вот поднимается там 5 рук. Я говорю, вот теперь поймите, что я буду работать на вас, потому что вы должны будете услышать нечто другое, нежели то, что вы слышали в прошлый раз. Поэтому здесь, конечно же, тебе приходится варьировать, но, в принципе, если ты уважаешь тех, кто с тобой разговаривает, если ты создаешь атмосферу, и люди создают ее обратно, есть отдача, это интересно всегда очень. Мне лично, ну, может, потому что я не так часто это делаю, но, скажем, мастер-классы с молодыми совсем, это так занято, так трогательно, так в этом есть азарт какой-то уже удивительный. Я абсолютно не чувствую... Понимаешь, я думаю, вот еще в чем дело. Я абсолютно не чувствую вот груза того, что мною сделано. Ну, все-таки там, там, 70... Ну, да, я слышал, что вы ленты свои пересматриваете каждый раз как по новой. Я иногда не верю, что это мы и сделали. Я тебе должен сказать, что вот это ощущение, так сказать, весомости сделанного, да, оно тебя сковывает, и ты должен соответствовать тому, что думают про тебя те, которые думают, что ты много сделал. А когда ты как корабль в этом смысле очищен, да, я себя в этом смысле абсолютно чувствую каким-то мальчишкой, прости, господи. Ваши политические воззрения, ваше отношение к каким-то ключевым геополитическим моментам и к ходам нашего руководства последним совпадает в целом в среде, в киношной? Или вы, вы там, я имею в виду ваших единомышленников, таких как Катиненко, вы в меньшинстве. Вот как вы считаете? Ты знаешь, я как-то не считал этого. То есть полемик не возникает никогда? С определенного времени, ну, возникает, но с определенного времени ты начинаешь обращать внимание не на то, что думает о тебе, а на то, что думаешь ты о других. Поэтому, если ты, так сказать, уверен в том, что ты чувствуешь, если ты чувствуешь это не потому, что ты должен чувствовать, чтобы там больше денег получить или при привилегии, или понравиться начальству, или славу, и так далее, и так далее. Если это твое естественное состояние, то тебе, в общем, должно быть совершенно, так сказать, безразлично, кто и как пытается тебя с этой дороги свернуть. Я, ты знаешь, мне тоже странно это. я не изменился внутренне, Жень. При советской власти я был точно таким же. А это хорошо? Я не знаю. Родине надо меняться. А я не знаю. Но я могу, но это, как тебе сказать, это не то, что ты приспосабливаешься, просто мое ощущение, Родины, мое ощущение того, что, так сказать, ничего не может быть для тех, кто руководит выше, чем интересы национальные твоей страны, ощущение справедливости, сострадания, основанные на твоей культуре, русской литературе, традиции. Если это ты с собой в себя впитал, я убежден абсолютно, что, прости, Господи, не хочу обидеть никого, но я убежден абсолютно, все ответы на все вопросы от рождения до смерти лежат в плоскости одной только даже русской литературы. Они там все лежат. Будь то Карабзин, Толстой, Чехов, Бунин, все там есть, понимаешь? Это не значит, что ты должен говорить, что, вы знаете, Дюма или там Стендаль, или это... Нет. Но это мое. Я смотрю на Тициана и думаю, как гениальный какой художник, мать честная, как это написано, но я себя там не чувствую. А я смотрю картиночку Федотова, с водостом майора, или я там любой, я за стенкой живу, я кошка эта, я знаю, как это пахнет, я знаю, как... Я это знаю, это мое. Поэтому я здесь свой, а там я смотрю, но я там чужой. Поэтому для меня абсолютно в этом смысле ничего не менялось. Не то в смысле, что с точки зрения политической ситуации, но я как был монархистом тогда, так и им остался. Убежден абсолютно, что это Россия. Пусть меня проклянут и будут смеяться у телевизоров, но государь оставлял власть и страну не партии, не думе, а своим детям. И он перед детьми отвечал за то, какую страну он им оставляет. Хорошо это или плохо, возможно, невозможно. Конечно, невозможно. Но я так думаю. И нужно относиться к своей власти как к тому кресту, который ты несешь, а не к той мечте, к которой ты лелеешь. Люди, которые пришли во власть мечтой о ней, они очень опасные люди, и я их боюсь. Вот прям знаю, что оппоненты сразу бы на этот тезис сказали, что Михалков себя видит Никитой Первым, императором. Мы об этом не будем. А лучше царь Никиты и 40-го дочерей пусть почитают. Да, кстати. Вы знаете правила, да? Да, мы заканчиваем. Я не помню. Вот в этом красном мешочке есть 4 фишечки. Вы выбираете одну определенного цвета и карточку такого же цвета, там вопросы самые разные. А это белая карточка, это значит свободный вопрос. Любую выбирайте. Вообще любую. Любого цвета. Да. Вопрос на подумать. Да, голубая. Сваливали ли вы когда-либо вину за что-либо на своего брата и сестру? Конечно. И на брата, и на сестру. Конечно. Расскажите. Ну как, ну в... Так же, как Аня на меня. Это вообще в сестринской, братской отношениях. Я? А вот ты ему скажи, а он что? А мои дети когда... Это ты? Нет. А кто? Аня? Ань, ты? Я? И все, пошло. Потом выясняется, кто. Нет, конечно. Другой разговор до какого возраста это идет? Ага, так. Если это там, вот там, пока поперек лежат, кровати, как говорится, это одно дело. Но если это вырастает в отношения уже более зрелые, это беда в семье. Угу. Никита Михалков, он никогда не уходит от ответственности, правильно? Вы же всегда берете ответственность. Но все-таки у него в анамнезе есть разборки с братом и сестрой. Подробности можно будет 21 сентября узнать. На творческом вечере свой среди своих. Спасибо. Спасибо, Жень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова